Вопрос о энергоблокаде мутировался уже достаточно давно. Как город готовился к возможным отключениям электроэнергии? Готовиться к возможным отключениям электроэнергии мы начали еще весной 2014 года. С точки зрения понимания, что кризисная ситуация была более острая, или казалось, что она была более острая, чем сейчас, или в последнее время. Были доставлены резервные источники питания. Совместно с Минэнергетикой мы поставили две газотурбинные станции по 25 мегаватт каждая. Кроме этого, мы спланировали совместно с правительством российской операции строительство двух ТЭЦ на территории Севастополя и Крыма. Там долго решался вопрос, что ли в Семперополе их строить. В итоге решение следующее. Строительство ТЭЦ сейчас идет. Но мы понимаем, что это на все необходимы нормативные сроки определенные. Кроме этого, дизельгинераторы были подключены. Резерв дизельгинераторов на сегодняшний момент существует. Оперативный штаб был создан уже давно. Он в ходе работы отрабатывался. Вы помните, у нас были отключения и в прошлом году, и до этого нам угрожали отключениями. Было снижение перетока в электроэнергии. Поэтому на сегодняшний момент то, что произошло в ночь 22 числа, расплох не застало. То есть мы говорим о том, что энергонезависимость Крыма и Севастополя мы сможем обеспечить только после того, как введем в эксплуатацию две ТЭЦ и энергомост с материковой Россией. Все остальные меры, которые принимались и принимаются до сих пор, это обеспечить жизнедеятельность объектов, ну и города в том числе. Поэтому отключение, которое прошло, для нас оно прошло с наименьшими потерями. Мы заблаговременно до этого собрали оперативный штаб, заблаговременно были проверены все резервные источники питания. Была раскручена наша севастопольская ТЭЦ. Кстати, турбину мы там одну отремонтировали в свое время. И что дало свои плоды. При внезапном вот этом отключении ТЭЦ у нас не просела, ТЭЦ выдержала перегрузку. И в итоге сбоев особых не было. Да, был сбой одной газораспределительной подстанции. Но сбой произошел из-за перепада электроэнергии. Вот она была восстановлена в кратчайший срок. В какой-то момент обсуждался вопрос строительства энергостанций. Почему от него шли? Вы имеете в виду маленьких российских станций, да, генераций. Ну, первый такой вариант рассматривался, но тем не менее он не был утвержден Министерством энергетики Российской Федерации строительства этих станций за бюджетный счет. Вот почему? Потому что экономика, она просчет экономики показала. Это первое. Надо было не только их поставить, но еще и менять всю схему энергоснабжения, как Севастополя, так и Крыма. Поэтому было принято решение правительства Российской Федерации о строительстве сразу двух больших станций. А маленькие вот эти генерирующие станции, их можно строить за инвестиционный проект, за инвестиционные деньги, но вопрос тоже другой. Мы понимаем, что при строительстве надо менять схему энергопотребления. Раз, второй момент. Надо модернизировать систему, не только Севастополя и Крыма. Это примерно сопоставимые затраты, если не больше. И то же самое время. А вот в первые часы, когда свет ночью пропал, как была организована работа? Вот, допустим, как воду удалось сохранить? В Керчи водовозки до сих пор воду развозят, а у нас как-то вот не так болезненно это все прошло. В течение, ну так как у нас оперативный штаб был создан давно уже, и он отрабатывался, знаете, что дизель генераторы, которые были установлены, резервные источники питания, они проверялись, их готовность проверялась ежемесячно, подчеркиваю, с запуском и всем остальным. Второй, таким же образом отрабатывался и штаб оперативный. Поэтому в течение, в кратчайшее время штаб был создан и были приняты все меры по переходу на резервные источники питания и на свою генерацию. Вот, мы смогли, подчеркиваю, удержать Севастопольскую ТЭЦ, поэтому запустить ГТС наши и подать, обеспечить питание на гидроузлы, или обеспечить электроэнергии гидроузлы, котельные и все остальные жизненно важные объекты, или не объекты, от которых зависит жизнеобеспечение города. Поэтому так оно, в общем-то, и пошло. В Севастополе часто достаточно вменяют, что регион отстает от Крыма по многим параметрам. Спорно, конечно, в разных моментах. Что, по-вашему, показала эта ситуация? Ну, вы знаете, я бы не стал говорить, что Севастополь отстает от Крыма, или Крым там переезжает в Севастополь. По некоторым вопросам у нас готовность повыше. Вот, эта ситуация показала одно. Мы свою ТЭЦ удержали, а Крым, Симферопольская ТЭЦ нет. Вот, перепады нагрузки были очень большие. Но вопрос-то, я думаю, не совсем корректен, да, сравнивать, где лучше, где хуже. В общем-то, проблемы, которые перед нами стоят, они везде одинаковые, просто по-разному решаются. Вот, с точки зрения создавшейся ситуации, вы сами сказали, что на сегодняшний момент жалобы людей возникают только из-за одного, из-за несоблюдения графика верного отключения. Всего лишь навсего. Но есть объективные причины, по которым этот график очень тяжело соблюдать. Первое, у нас есть объекты, которые не подлежат отключению, это наши объекты городские. Плюс есть еще объекты Чарноморского флота, а основной объем Чарноморского флота в раздельных частей находится на территории Севастополя, мы это понимаем. Есть объекты, которые не подлежат отключению, то же самое. Поэтому вычтенить их очень сложно. Но я думаю, что мы перейдем к тому, что на 90% график будем соблюдать. Проблем с водоснабжением у нас нет, проблем с отоплением у нас пока нет. И думаю, впоследствии тоже не будет. Я бы не сказал, что у нас ситуация намного хуже, чем... Наоборот, лучше, потому что в Крыму, допустим, связь на Южном берегу еще нет. Ну, мы удержали нашу связь на 80%, кабельную на 100%, сотовую на 80% удержали, и интернет. Но сейчас идут работы, чтобы ее поддержать дальше. Почему? Потому что базовые станции все запитаны от резервных источников питания, А станции сотовой связи, они имеют свои аккумуляторы. Действие аккумуляторов 6 часов. Но если уже прошло двое суток почти с момента отключения, если сотовая связь действует, значит, работы по зарядке аккумуляторов, они проводятся. И мобильные группы эти аккумуляторы подзаряжают. С точки зрения ценовой политики, у нас еженедельный мониторинг цен по 56-60 позициям у нас цены по некоторым направлениям ниже, чем в Крыму. По некоторым позициям у нас чуть повыше цены. Ну, в общем-то, я не скажу, что они в Крыму все намного дешевле. Элементарный пример, допустим, по хлебу. У нас булка хлеба килограммовая стоит столько, сколько в Крыму стоит 400-граммовая. Это хлеб. И просто то, что начинают иногда в средствах массовой информации говорить, на мой взгляд, это просто попытка противопоставить. Мы сейчас работаем с точки зрения нашей ситуации чрезвычайной и с федеральным центром, и с Крымом, и с профильными министерствами и ведомствами, как Крыма, так и Севастополя. В некоторых вопросах у нас проблем меньше. Сергей Иванович, а военный опыт, он помогает действовать в кризисной ситуации? Ну, вообще любой опыт помогает действовать в любой ситуации. Так как военный опыт, это же всегда опыт принятия решений в критических ситуациях, в том числе и в боевой обстановке. Поэтому, естественно, помогает. И тут по некоторым вопросам мы просто берем решения сами, принимаем решения и берем ответственность на себя. Сейчас мы основной вопрос, который сегодня решаем, это школы, это детские сады. Я думаю, что по школам мы сегодня вопрос решим, по детским садам чуть попозже. Ну, наверное, поэтому люди не так болезненно заметили этот переход, все понимают, что происходит. Какие вообще перспективы, как вообще город будет жить? То есть, первый кризис, работы в первые двое суток пережили, что дальше? Исходя из той информации, которая на сегодняшний момент есть, ремонтные работы на опорах пока еще не начались. Были там обещания, что начнутся и до 24-го, там кое-что будет восстановлено, пока ремонтные работы не начались. Поэтому мы готовимся к длительному нахождению в таком состоянии. Сейчас будем совершенствовать, то есть наращивать резервные источники питания для того, чтобы как можно больше охватить наши объекты, наших жителей. Особенно, я сказал, школы, детские сады. Мы не можем устраивать каникулы на месяц для детских садов, для школ, поэтому этот вопрос будем решать. А вот магазины, заправочные станции, это все будет работать? Оно на сегодняшний момент и работает на части заправочных, в большинстве заправочных станций. Мы в свое время установили и потребовали установить резервные источники питания. В гостиницах, домах отдыха наших, которые круглогодичные существуют, у них резервные источники питания, в пансионатах резервные источники питания установлены. В торговых центрах, кроме Новоса, резервные источники питания были установлены в Новосе. Будет установлен, мы даже устанавливаем резервный источник питания не только на заправочных комплексах, но и на каких объектах. Жалобы жителей были, обращение жителей было. Почему у нас в доме света нет, а в магазине есть? В магазине стоит резервный источник питания, мы же его не отключаем от дома. Но принято решение сейчас установить резервные источники питания в наших учреждениях культуры. То есть мы же понимаем, что жизнь должна продолжаться. Поэтому в театре Луночарского, в Кице, там где будут проводиться детские утренники и праздничные мероприятия, всевозможные культурные мероприятия, я думаю, мы резервные источники питания установим. То есть город живет? Город мало что живет, город будет жить. И мы будем, невзирая ни на что, расширять источники, подчеркиваю, увеличивать количество объектов, у которых будут резервные источники питания. Хотя бы на какие-то события определенные. Вот если за голову не возьмутся там некоторые господа, которые находятся в сопределенном государстве, мы же не будем из-за этого срывать детские утренники, новогодние утренники, праздники и так далее. Не будем срывать. Мы их проведем и обеспечим электроэнергией. К чиновникам шорчие требования теперь будут? Они и так были жесткие, просто вся исполнительная власть, руководители органов исполнительной власти, заместители, дальше наши энергоснабжающие организации, аварийные службы, МЧС, они работают в круглосуточном режиме. Оперативный штаб, вот на сегодняшний момент, он сейчас работает, мы с вами здесь разговариваем, а он работает. И представители, в оперативном штабе есть представители всех структур, которые обеспечат твою деятельность, в том числе представители Чарноморского флота. Сергей Иванович, а вот рабочий день, допустим, вторник, 24 число, люди работают, как возвращаются? Сергей Иванович, а у нас и так люди работают все. Но сегодня объявлен нерабочий день? Сергей Иванович, сегодня нерабочий день был объявлен, и если почитать указ внимательно, он был объявлен нерабочим днем для предприятий, независимо от формы собственности, а вот для органов исполнительной власти, для всех структур он рабочий. Почему это сделано? Первое, это снижает расходы электроэнергии, мы это понимаем, да? То есть экономит электроэнергии. Второй момент, пока мы не разобрались со школами, с детскими садами, нам просто были договоренности определенные, что сегодня уже будет переток электроэнергии. Ну, нету, нету, будем работать в аварийном режиме таком. С завтрашнего дня начнут работать школы, и учебный процесс пойдет. Вот мы принято решение, и сейчас руководитель департамента проводит совещание с Дирикой Рамешковым. Принято решение сократить учебные часы не 45 минут делать, а 30 минут. Начало учебного дня чуть позже, чтобы по светлому времени, соответственно, сам промежуток учебный тоже будет поменьше. Сейчас самое главное нам запустить детские сады. Детские сады, это... Там основная проблема, это приготовление горячей пищи для наших ребятишек. Поэтому, я думаю, мы этот вопрос тоже решим. Но детские сады до пятницы будут на каникулах. Редактор субтитров А.Семкин